Здравствуйте, с вами Владислав Ласов. В прямом эфире Енисей. Новости. Главные темы к этой минуте. Бытовая техника, мебель и документы. Жителям обрушившегося дома на Кандагарской разрешили забрать вещи. Догнали и передали полицейским. Сознательные красноярцы самостоятельно задержали пьяного водителя. Кто не на коньках, тот на лыжах. Сразу две массовые всероссийские спортивные акции прошли в Красноярске. Пострадавшим от взрыва бытового газа на улице Кандагарской разрешили забрать свои вещи. На место ЧП зашла тяжелая техника. Руины дома обследовали эксперты, криминалисты и сотрудники МЧС. По имеющейся у нас информации, их задача собрать все возможные улики, провести детальный осмотр места ЧП для проведения тщательного расследования. Кроме того, специалисты обследуют уцелевшее помещение. В аварийное здание жильцов не пустили из-за опасности его обрушения. Спасатели помогали выносить из комнат телевизоры, стиральные машины. В свернутых одеялах людям передавали одежду, обувь и продукты. До квартир верхних этажей пришлось добираться с помощью подъемного крана. Однако бытовую технику и мебель с того же третьего этажа спустить пока так и не удалось. Из-за узких оконных проемов. Хотя бы это немножко, потому что мы вообще же остались на улице раздетые. Вот действительно как, вот я и пенсионерка, вот куда мне сейчас идти-то? У меня же жилья нет, я приехала с другого года, купила тут комнату. Вот сейчас вещи вытащат, а мебель-то вся остается там, сейчас все сломают и все под эти камни пойдет. У меня вытащили там маленькую плитку, стиральную машинку, микроволновку. Ну и так вот по мелочи вещи. Разорвало холодильник, разорвало диван, шифонер. И мы остались без ничего. У нас полегче, у нас первый этаж и взрыв был на другой стороне дома. У нас здесь все более-менее уцелело. Поэтому, ну у нас все целое, мы все сможем забрать. В принципе, даже сотрудники разрешают бытовую технику крупную вынести, помогают диваны. Красноярцы поймали на дороге пьяного водителя и сдали его полицейским. Видео с задержанием нарушителя ответственные автовладельцы выложили в соцсетях. Там же они пояснили, что дебошир едва не протаранил их машину, а затем начал вилять по дороге. Мужчины прижали его к обочине и сразу же вызвали патруль. В ожидании инспекторов авторы ролика попытались вразумить нетрезвого водителя. Однако это оказалось бессмысленным. Настолько тот был пьян. Прибывшим на место сотрудникам ДПС не сразу удалось справиться с нарушителем. Мужчина отказывался выходить из машины и требовал адвоката. Где именно удалось перехватить пьяного и опасного для всех участников движения водителя, не уточняется. Замечу, что за вождение в нетрезвом виде нарушителю грозит лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. В Сочи прошел международный иционный форум. В нем приняли участие тысячи человек из 63 стран. Десятки выставочных павильонов и площадок развернули представители из 83 регионов страны. Для проведения важных встреч и подписания договоров на юг России отправилась и делегация из Красноярского края во главе с губернатором Александром Усом. Форум длился три дня. За это время глава нашего региона успел провести несколько встреч. Например, с директором Ассоциации инновационного развития, а также с президентом Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. На форуме Александр Ус подписал несколько соглашений, одно из них с крупным федеральным банком. Кроме того, глава региона побывал на пленарном заседании. Там выступал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В основном речь шла о развитии самых разных направлений. Это сельское хозяйство, строительство и образование. Также Александр Ус обсудил возможность развития региона по четырем направлениям национальных проектов. Это образование, наука, демография и здравоохранение. У нас, в общем-то, основная подготовительная работа уже сделана по всем, а не только по социальным. И мы сегодня представили свои планы, расчеты по всем из них. И ожидаем из федерального бюджета выделение как минимум 30 миллиардов рублей на софинансирование этой деятельности. Причем по ряду позиций федеральное финансирование будет преобладающим. Ее ждали долгие годы. В Ермаковском районе строят новую школу. Сейчас дети продолжают учиться в полуразрушенном помещении, которое может обрушиться в любой момент. Каким будет новое учебное учреждение и когда строители обещают распахнуть двери школы, подробности в следующем репортаже. Работы по возведению новой школы в селе Разъезжие в самом разгаре. Строительство учебного учреждения началось еще в августе прошлого года. Подрядчик уже приступил к монтажу наружных сетей. Залили растрерги в нижнюю цокольную часть. Выставляем ФБС на данный момент, блоки. Готовим металлоконструкции тоже к установке. Такие работы. Подготовили опалубку под каркасы. Планируется, что двухэтажная школа вместит более 80 учеников Ермаковского района. Новое учреждение в селе необходимо как воздух. Учиться детям больше негде. Здание старой школы признали аварийным еще в 2009 году. В ветхом устроении уже более 80 лет. Здесь нет центрального водопровода, провисли балки, по стенам пошли трещины. Однако дети продолжают получать знания в этом помещении. Уроки проводят не во всех классах. Самые опасные кабинеты закрыли, а спортзал всячески пытаются спасти от разрушения. Неоднократно уже пытались построить в селе Разъезжем новую школу. И вот этот овраг, который вырыт как раз для новой школы, тянет здание спортзала к себе. И поэтому спортзал понемногу разрушается. Нам приходится его постепенно стягивать и постоянно стягивать. Поэтому проводятся такие вот спасательные работы. Работать в таких условиях, уверяют педагоги, очень сложно и опасно. Открытие новой школы с нетерпением ждут не только учителя, но и сами дети. Всегда хотелось учиться в новом здании, где будет новое оборудование, где будет всё по-другому, где будут тёплые и уютные классы. С самого начала строительства мы наблюдаем, как строится школа. Когда ходим мимо, когда гуляем. Я живу недалеко, поэтому я вижу, слышу, как она строится. Места в новом просторном помещении хватит не только ученикам, но и дошкольникам. Здесь выделят помещение для детского сада с отдельным входом и пищеблоком. Сюда будут готовы принять 35 малышей. Школа будет своя автономная, там также будут свои очистные сооружения, своя котельная. Только будет пользоваться электрической частью. И также будут там предусмотрены дизельные электростанции на случай отключения от основного источника. Уже летом здесь появится спортивная площадка для тенниса, отдельное футбольное поле и беговые дорожки. Специалисты уверяют, что работы закончат как можно быстрее, раньше графика. И двери долгожданная школа распахнёт для учащихся в конце этого года. Екатерина Павленко, Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Енисей новости. Тысячи жителей края встали на лыжи. Наш регион присоединился к масштабной спортивной акции «Лыжня России». В Красноярске участники прошли несколько дистанций на скорость и даже определили, какой же берег сильнее, правый или левый. Анастасия Тиль знает, кто победил в этом году. Десятки лыжников вышли на дистанцию. Изо всех сил широко шагать и махать палками им предстоит 10 километров. Без отдыха и на скорость преодолеть такой маршрут оказалось не так-то просто. Дыхание сбивается, но спины впереди идущих соперников прибавляют сил. Наш регион уже в 13-й раз присоединяется к масштабной ежегодной акции «Лыжня России». В этом году желающих подышать свежим воздухом и зарядиться спортивной энергией оказалось как никогда много. На лыжи сегодня встали жители 60 городов края. Только в Красноярске на старт вышли 3000 человек. Сотни из них – любители скандинавской ходьбы. Сперва научиться, как правильно движение. Как бы на палочках правильно. Не просто вот как на лыжах заходите, а там правильно движение надо делать. Все дыхание восстановить. Самый популярный сегодня у красноярцев спринтерский забег на 2019 метров. Среди участников есть и совсем маленькие лыжники, и более опытные спортсмены. На дистанцию вышел и мэр Красноярска. Я думаю, что вот эти эмоции, которые сегодня мы испытываем, это такое, наверное, высшее наслаждение человеческое. Когда ты видишь немаленьких наших лопушей на трассе, которые в первый раз многие вообще увидели, что такое лыжи, но они вместе с нами. Уже два круга прошло. Расскажите, как эмоции, как ощущения? Очень замечательно. Особенно, когда дети у нас вот такие вот бегают, маленькие. За них очень переживаешь, потому что трасса тоже. Снег хороший сегодня, погода великолепная, поэтому очень здорово. Вот так вот. В этой дистанции красноярцы соревновались не только в личном первенстве, но и командами по 40 человек. Вот так на лыжне горожане выясняли, какой же берег круче и спортивней. Настрой хороший. Главное, что 2,19, не больше бежать. А так нормально все. Левый сильнее намного, потому что там есть педагогический институт, есть колледж Олимпийского резерва, и у нас намного больше шансов, поэтому мы можем лидировать. Почему правый сильнее? Потому что на острове Татышева нет лыжней. Мы духом сильны и надеемся, что будет лыжня. Сильные духом правобережные лыжники на этот раз не смогли обойти своих вечных соперников. Лучший результат показала команда левого берега. Действительно, в таких соревнованиях важнее не победа, а участие. Тем более всем спортсменам выдали вот такие вот забавные шапочки. И на острове Татышев сегодня сотни красноярцев встали на коньки. Там сейчас моя коллега Екатерина Павленко. Катя, тебе слово. Да, Настя, мероприятие здесь действительно масштабное. Сотни красноярцев приняли участие в соревнованиях. Причем на ледовую дорожку могут встать как взрослые, так и дети. Независимо от опыта катания, даже я сейчас решила попробовать свои силы. Парш! Всем необходимо преодолеть максимальную дистанцию 100 метров. Многие встали на лед всей семьей. Ирина пришла с четырехлетней дочкой. Ульяна самая маленькая участница соревнований. Только недавно стала уверенно стоять на коньках. Главное, что ребенку понравилось. Ради него и бежала, получается. Здорово. Нет, здорово. Классно на коньках. Это здорово. Тем более тепло сегодня так. Морозы закончились, так что можно кататься. Скользят по льду и взрослые малыши соперничают между собой школьники. Однако не все могут твердо устоять на катке, особенно на финишной прямой. Видимо, сказывается волнение, признаются участники. Ну, хороший зимний спорт. Почему бы не покататься? Коньки есть у всех. Мужа, дети, сына. Вот рыдаем. Упали, расстроились, но добежали. Ну, а всем, кто все-таки добежал до финиша, раздают призы за участие. И за смелость победителей в этих массовых соревнованиях нет. Спорт на коньках мне дает силу, удовольствие. Ну, я, когда катаюсь, я лучше начинаю кататься. Ну, и мне вообще спорт нравится. Кстати, массовый забег на коньках проводится у нас традиционно. Правда, акция должна была состояться намного раньше. Но мероприятие пришлось перенести несколько раз из-за сильных морозов. Вот эта конкретная акция, да, она направлена на то, чтобы найти юных, талантливых спортсменов, да, конькобежцев, которые, возможно, в будущем будут представлять нашу страну на международной арене. Сейчас для них важно, да, для ребятишек это просто заниматься физической культурой, спортом, быть активными, здоровыми. Организаторы надеются, что в будущем кто-то из участников станет профессиональным спортсменом и сможет защищать честь нашего края в различных соревнованиях. Екатерина Павленко, Анастасия Тиль, Максим Галат, Денис Шабанов, Александр Ермошенко. Енисей новости. Всемирный хоккейный матч прошел в Красноярске в формате синее против белых. Наша Бирюса билась с Нижегородским скифом. Женская хоккейная лига в третий раз принимает участие в этих веерных играх. В течение 38 часов соревнования идут по всему миру. Шайбы забивают в Новой Зеландии, Мексике, ЮАР и Канаде. На поле Красноярска спортсменки играют во второй раз. Во всемирном хоккейном матче Россия стартовала седьмой, перехватив эстафету у Японии. Встреча закончилась победой красноярской команды со счетом 3-2. И этот результат впервые вывел Бирюсу в плей-офф высшей хоккейной лиги. И как минимум обеспечил команду бронзовыми медалями чемпионата России. Замечу, что все шайбы забила Валентина Павлова, компетент сборной страны и участница зимней универсиады. Завершится всемирный хоккейный матч в это воскресенье в Детройте, США. По итогам победа будет присвоена команде, в чьей копилке окажется больше всего заброшенных галов. И это все сообщения выпуска. С вами был Владислав Ласов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. До встречи на телеканале Енисей.